Когда в начале ноября Владимир Путин утвердил состав членов Общественного Совета при Президенте России, это стало сигналом того, что власти готовы неформально прислушиваться и учитывать общественное мнение. Но насколько комфортно на самом деле работается третьему сектору в российских регионах? В трех комнатах сделана стяжка полностью. Вот здесь сейчас лежит кирпич, стяжку осталось сделать, только вот в этом небольшом помещении коридоры под лестницей. В 2004 году 169 подвальных квадратных метров для Людмилы Худяковой казались подарком. Но и до сих пор реабилитационный центр матери против насилия и наркотиков не заработал в полную силу. На тот момент не знали, что нельзя располагаться в помещении, в котором высота всего 2 метра потолка. Мы не знали, что нельзя находиться в помещении, в котором нет ни одного окна. Все окна в этом помещении были заложены кирпичом и железными решетками. Только в 2010-м из подвала было вывезено 23 КАМАЗа мусора. Только на утилизационное удовольствие потрачено 100 тысяч рублей. Из экономии средств мы вынуждены не просто выбрасывать мешки, потому что на мешки у нас тоже нет лишних денег. Ребята, эти мешки на КАМАЗ, когда груз, они вытряхивают, чтобы мешками можно было пользоваться снова. Людмила Дмитриевна считает, что некоммерческие организации вправе рассчитывать на большую финансовую лояльность властей. Те деньги, которые я заплатила за аренду, это порядка миллиона уже, начиная с 2004 года. Мне этой суммы как раз бы хватило для того, чтобы завершить ремонт в этом помещении. За этими столами располагаются председатели общественных организаций, члены общественных организаций, которые ведут прием. Вот приходят люди, пожалуйста, присаживаются. Это круглый стол, за которым можно работать. Еще два рабочих места. Здесь есть телефон и факс, пожалуйста. Выставочный зал. Точно так же можно использовать для различных мероприятий, которые здесь и проводятся. Даже очень беглый экскурс по помещениям ресурсного центра Ленинского района дает представление о дополнительных возможностях для НКО. Теперь им не всегда надо содержать собственное помещение и тратиться на оргтехнику. Общественная организация может провести какое-то заседание своего актива, может поговорить с жителями района о каких-то проблемах, может сохранить свои какие-то документы. Компьютеры, копир, проектор, интегральная доска на все это потратил за бюджет. Сейчас мы сотрудничаем с 43 общественными организациями и с 22 ТОСами. Но как бы ни были хороши возможности ресурсных центров, они не всегда способны удовлетворить чаянием некоммерческих организаций. Нам тоже предлагали в свое время перенести деятельность на территорию ресурсного центра Центрального района. Но, к большому сожалению, там не хватит площадей даже для того, чтобы перевезти все наше оборудование и все наше имущество. И туда с утра до вечера будут идти граждане, мамы с колясками, семьи, которые нуждаются в помощи, выпускники детских домов. Просто это нереально. За спиной Надежды Артемовой – одно из наиболее, пожалуй, раскрученных и уважаемых в области НКО – Центр «Семья и дети». Большую ставку его активисты делают на новые помещения на Красном проспекте. Вот здесь у нас будет проходить обучающая деятельность для матерей, с которыми мы работаем, для выпускников детских домов. Это прикладная мастерская. Здесь наших матерей мы будем выпускниц детских домов и женщин, которые оказали сложную ситуацию, обучать домоводству. Вот в этом помещении маленьком либо это будет пункт обмена бесплатной выдачи вещей, либо это будет маленькая комната для индивидуальной психологической работы с нашими подопечными. Но чтобы воплотить эти планы в жизнь, придется поднапрячься. Мы работаем в условиях либо грантового финансирования, либо какого-то целевого финансирования. Ни то, ни другое финансирование не предполагает такой статьи, как проведение строительно-ремонтных работ. Нам, в отличие от других общественных организаций, повезло. В этом году мы стали получателями государственной субсидии. Почти все средства, полученные нами, мы вложили в подготовку этого помещения. Это стало возможным после принятия в прошлом году 139-го закона государственной поддержки социально ориентированных НКО в Новосибирской области, который открыл некоммерческим организациям новые горизонты. Во-первых, расширил перечень видов деятельности, по которым СНКО получает поддержку. Дополнительно в регионе было обозначено содействие занятости и самозанятости, содействие патриотическому и гражданскому воспитанию личности, деятельность по изучению общественного мнения, все, что касается мониторинга и социологических исследований. Финансовым подспорьем стала и комплексная региональная программа по поддержке институтов гражданского общества и общественных инициатив, которая была представлена на федеральный конкурс. И в дополнение к новому объему, небольшому, в 2011 году он всего составлял 10 миллионов рублей субсидий, мы, заняв третье место в конкурсе, получили дополнительный с федерального бюджета 18 миллионов. В 2011 году мы смогли провести конкурс на предоставление субсидий. Социально ориентированные НКО сегодня могут рассчитывать не только на финансовую поддержку, но и на информационную, консультационную и даже поддержку в виде налогов и льгот. Отрицать, что социально ориентированные НКО теперь могут вздохнуть свободнее, значит отрицать очевидное. Субтитры создавал DimaTorzok